всем привет ребята сейчас вот кому интересно купил окно буду вставлять второй оконный блок для того чтобы дом или квартира у кого квартира было теплее и также звукоизоляция сейчас я его загрузил на автомобиль на свой сверху на багажник окно большое полтора на два метра вот мне там кто окно это выдавал ты как повезешь его сейчас покажу как я его везу поставил обыкновенный багажник советский на honda есть у меня видео как я его мощу и также поставил положил палочки вот эти вот палочки видите чтобы окно большое чтобы он не она не продавилась стекло вот так и еду а там посмотрите тень на дороге видите как это на крыше лежит хочу вам рассказать у нас в доме дом большой примерно 17 окон отдельных все перевозил на легковых автомобилях ни разу не заказывал грузовика так вот все время на багажнике раньше у меня был toyota caldino а сейчас honda и вот все время я вожу самостоятельно съехал с оживленной трассы вот видите показываю вам как я его загрузил примерно раз больше сорока сантиметров а если за створ то сантиметров 15 так вот видите и вот так вот сверху вот такие брусочки положил чтобы она опиралась на них они на железку и вот этими железками от багажника не продавить стекла ну вот и и дома приехал встречает меня домохозяйка моя бог привезен теперь я должен установить этот блок вторым окном то есть у меня наружные видите стоит уже но она мне не устраивает потому что одинарный стеклопакет и буду здесь устанавливать еще такой же блок с одинарным стеклопакетом общей сложности у меня получится один стеклопакет 2 стеклопакет между ними еще воздушная прослойка шириной 20 как я вот намерил двадцать два и пять сантиметров здесь у меня все отделано шифером откос вот этот откос вот этот откос подоконник подоконник я убирать не буду я точно также отмерю от края окна 22 спалена здесь 22 спалена здесь здесь ну и по кругу и придется мне все это дело убирать то есть вот этот кусочек откоса вот мне придется сдалбливать здесь у меня утеплитель его тоже придется сдалбить здесь Здесь перфолента, может быть удастся ее сохранить. Вставлять окно и заново делать вот этот откос. Все, видите, я отметил по кругу, по откосу, по верхнему откосу, по правому откосу. Вставил диск по камню. Начал пилить подоконник, пилиться отлично. Сейчас при помощи болгарки и пылесоса постараемся пройти. Лариса мне поможет. Прорезали по всему периметру. Вот, 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 вот. Вокруг все. И еще снаружи две эти окна. То есть вот эти сегменты, вот эти вот, вот эти вот, надо будет отсюда вытащить. Ну, я думаю, сейчас кусками буду вырежать, насколько получится. О, смотрите, видите, закрылся, грязь летит. Вот отсюда будет лететь. Вот, 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 вот. Как устанавливал оконную коробку на место расширенного проема, показывать не стал. Было очень много пыли и грязи. Включить камеру в таких условиях было просто невозможно. Продолжим с момента установки штапика и крепления стеклопакета. Продолжим с момента установки штапика и крепления стеклопакета. Вот, 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 вот. Поднимаем? Да. Так, маленько наклоняем, как я и говорю. Уди. Встала она тут. Ты сейчас сам держишь? Да. Так, подожди, она так не пойдет Что делать? Сейчас приподнимаем, вот так открываем Я должен попасть Поднимаем, оп Так, 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 так Еще открываем Еще, вот так, вот так, да Вот так, вот так, держи Давай закрываем Руку Молоток Держи Я не знаю, вот это мне Вот один, должна упасть Вот тут всего надо Пришлось повозиться с подгонкой Вот эти места, вот эти вот Не заходили Ну, мы не привыкли отступать Видите, как классно стало Теперь у нас такая штучка Двойное окно, как в советские времена Как в Финляндии говорят такое Осталось облагородить сверху Но это уже дело техники Всем привет Прошло, наверное, уже месяц Видите, окошко К окошку установлен подоконник Аж раз, два, три, четыре, пять, шесть уголков Ну, почему шесть? Сначала установил тоненькие И подоконник болтался Потом пришлось Жестки устанавливать Значит, вот здесь вот Все выдолбил до кирпича Чтобы хорошо закрутить Потому что бухтила Немножко штукатурка Ну, ничего страшного Самое главное, смотрите Начали откос делать То есть, вот Рику установил Там резики Раствор, как вы видели Ну, естественно Окошко будет Заштукатурено Буду штукатурить Показывать буду Ну, и Конечный результат, конечно Как всегда, работаем вечерами После работы Поэтому Темно за окном Мажу откос Потихоньку Помаленьку Если раствор сильно жидкий То он будет сваливаться Поэтому надо делать раствор соответствующий Вроде откос не широкий Но вот уже вожусь Не знаю, сколько часов Опалубку надо было сделать Видите, как-то ее закрепить здесь Боковые откосы Готовы Вот так вот я решил Заделать верхний откос Что я сделал Сделал Из фанерки У меня была БУшная фанера Двадцатка Сделал планку На всю ширину окна Сверху Поставил клинья Ну, чтобы угол придать И чтобы высоту По отношению К раме И чтобы она никуда не ушла Запенил Все это дело Отклею уголком Отделаю Перфорированный Ну, я думаю Все будет отлично Поставил я Перфорированные уголки Здесь вот можно заметить Вот она Металлический Наверху поставил С той стороны поставил Здесь сделал Серпянку То есть ленту Сейчас покажу поближе Вот здесь вот видно Лента из стеклового окна Здесь Как бы Вот здесь вот видно Ну, то есть Закидал Затер Здесь вот сделал Из пены Вот сформировал Вот этот верх Потому что его Никто никогда не тронет Ну, на всякий случай Поставил Перфорированный уголок Наконец-то Отделка нашего окна Подошла к концу Делали Делали мы его Несколько месяцев Ну, на работе Время нет Гориса Последние штрихи Наводит Смотрите Откосы сделала Плитку Пожалуйста Все это вот Она рукодельница Спасибо тебе Снимаем пленку С подоконника Вау Да, это было непросто Подоконник шикарный Тут уже совсем Испортился За много лет Мне муж тут Надарил Антуриума Целых пять штук Сейчас я их тут И наставлю Смотрите На подоконнике Когда То окно одно стояло Было настолько холодно Что Там вода Бежало А сейчас Мы градусник Поставили Вот Лариса Тут Гитару Купила Видите Модный Градусник Возле окна Не менее 21 градуса Поэтому Лариса Решила поставить Сюда цветочки Им тут Светло Будет Южная сторона И тепло Окно получилось Очень теплым И светлым Ведь основные Теплопотери В доме Идут через Оконные И дверные Проемы Сейчас они Минимальны Да и Выглядит оно Уже не на Сто А на Двести Процентах Тиверикам Рекомендую И не только Всем пока Пока